Важный день в истории холдинга. Кто-то даже шутит, что принять решение поставить вакцину удалось сложнее, чем расписаться в ЗАГСе. Решение мое, но бабушка очень просила, чтобы я поставила прививку. Она волнуется за свое здоровье. Она сама пока не решилась, но несколько недель уже думает. Я решила поставить вакцину, потому что я собираюсь лететь в Москву. И, насколько я знаю, вакцинация там обязательно. Ну и вообще, в принципе, чтобы не заражать родственников, как бы это безопаснее, я так думаю. Вначале нужно заполнить анкету, где указать хронические заболевания, болел ли ковидом, каков уровень антител, если больше пяти, то пока можно не ставить. С другой стороны, бывает ли чересчур много антител для организма, никто не знает. И в ближайшие дни врачи рекомендуют в таком случае пропить антиаррергены. Больно? Нет. Мы даже иногда спрашиваем, что вас принуждает руководство. Они говорят, нет, мы добровольно. Для этого мобильного пункта мы сегодня третье предприятие, а бывает и по пять в день. Привиться к нам приехали и журналисты вечернего Барнаула. Конечно, есть те, кто сомневаются. Скажем, сейчас из моих знакомых больше процент сомневающихся, чем отрицающих эту меру. То есть люди уже постепенно приходят к этому, но боятся. Сейчас они смотрят на тех, кто ставит вакцину и вопросов больше о том, какие последствия как перенесли. А тем временем в Крае экстренно открывают ковидарии. Основной корпус Новоалтайской больницы отдан под красную зону. Ее вновь откроют и в Краевом госпитале ветеранов войн. А в ближайшие дни ковидные койки появятся в Благовеченской ЦРБ, больницах Бийска и Рубцовском. По данным Минздрава Края, за неделю в регионе развернули почти полторы тысячи дополнительных мест. А из тех, что уже существуют, заполнено 80%. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.